Сейчас продолжение истории словцов покемонов. Он появился, у него появился последователь. 15-летний житель Мурманска Ярослав Бессараба выступил в поддержку Соколовского. Парень пошел в местный храм, напомню, спас на водах и попробовал поймать покемонов там. Этим он похвастался в группе уральского видеоблогера ВКонтакте. Здесь запись собрала свыше 1300 лайков. Однако о популярности Ярослава узнали в СМИ. Парень удалил вообще свою страницу. Но перед этим написал под своим постом, цитата, «Что самое забавное, я поставил по свечке с приятелем. Даже если бы мне и хотелось, якобы пришлось отвечать за это, все равно бы все это сделал». Конец цитаты. За своеобразную поддержку Соколовского Мурманчанина также могут привлечь к ответственности. Так с музыкой. Напомню, Руслан Соколовский разместил в интернете ролик. На нем блогер играет в Pokemon Go в Екатеринбургском соборе. При этом на видео парень наложил переделанную молитву, в которой звучала нецензурная лексика. Правоохранительные органы не заставляют себя долго ждать и начали расследование. Запись отправили на экспертизу и нашли вне признаки экстремизма и оскорбления чувств верующих. Теперь ловец покемонов сидит в СИЗО. При этом блогер получил большую поддержку со стороны интернет-пользователей. Как ни странно, в ВКонтакте появилась группа с хэштегом «Свободу Соколовскому». Подписано на нее более 83 тысяч человек. Участники собирают деньги для Руслана, его мамы, а также создают фото жабы. Продолжение следует...